На стене плакаты с предвыборными предложениями от кандидатов. В зале – руководство медицинского университета и активные студенты. А в самом центре – кандидаты на пост председателя совета обучающихся. Найти отличие от выборов на государственном уровне здесь практически невозможно. По словам проректора по лечебной и воспитательной работе вуза, отбор кандидатов проходил крайне необычно. Каждый факультет на перебой предлагал возможные критерии для будущих кандидатов, а о количестве финалистов споры не утихали до последнего. Активисты утверждают, что такого ажиотажа они не ожидали. Заявки поступали практически от каждого курса. В результате отбора осталось три кандидата – с третьего и четвертого курсов. Хватает сил на все эти мероприятия, но тем не менее ребята стараются не засыпать. Все кандидаты принимают активное участие в жизни медицинского университета. Для них подобное не в новинку. И появление большой ответственности их не пугает. К тому же, кому еще, как не будущим медицинским работникам, нужно понимать всю важность ответственности перед собой и другими. Это одна из причин, почему именно медицинский университет участвует в федеральной компании. Профессия медика требует большой ответственности. И вот это формирование ответственности еще со студенческой скамьи, формирование такой активной позиции – это, наверное, черта все-таки врача. Поэтому они у нас, видите, они отстаивают интересы и своих сотоварищей, коллег. Дарья Копытина – студентка четвертого курса лечебного факультета. В медицинский университет она приехала продолжать семейную династию врачей. С первого курса стала принимать активное участие в жизни вуза. И сейчас она – кандидат на пост председателя студенческого сообщества. Учиться на лечебном факультете очень сложно. Однако здесь помогает главный фактор – умение распределять свое время. По словам проректора по лечебной и воспитательной работе вуза, студенческое самоуправление формирует ядро университета, которое помогает и студентам, и администрации. Руководство понимает все запросы и желания ребят. А совет обучающихся является главным проводником между администрацией и студентами. Первые дебаты закончились на позитивной ноте. Кандидаты о диалоге со студентами и руководством отзываются положительно. Сами же выборы на пост председателя совета обучающихся пройдут 1 марта.